всем привет вы на канале польза нет и сегодня у нас военно-полевые условия но я думаю все равно сможем нормально пообщаться почему военно-полевые потому что так сейчас посмотрим так потому что я нахожусь в отпуске сейчас и насколько здесь комфортно вы можете сами судить примерно вот комфортно минимальный но свет есть звук есть поэтому пообщаться мы сможем свободно где эфир что идет привет оленька привет ронда привет варвар так вот смысл стрима всегда у меня в одном это в том чтобы мы смогли обсудить какие-то две пар пары пару животрепещущих тем для меня это животрепещущие темы это твске трубой лос беспроводные наушники которые у нас крепятся из которых мы сейчас делаем многодрайверные наушники при помощи различных модулей конкретно у меня сейчас вот такой модуль т.р.н. вот это модуль cptx м живет он около 8 часов сделаю конечно же обзор на это дело но для того чтобы вы самого начала поняли и возможно посмотрели на моем канале этот обзор я как раз сейчас о нем и расскажу еще раз всем привет основная миссия повторяюсь обзора это в том чтобы мы поделились в первую очередь мнением почему я к нему пришел потому что меня много и долго просили делать обзоры на многодрайверные наушники по возможности на твс наушники труба лос это то есть беспроводные вот такие наушники у меня были последний раз в обзоре вот до ронда после твоего совета я и купил такие наушники так вот к чему это все к тому что вот эти счастливые наушники уже были на обзоре 11000 человек посмотрела на них надеюсь никто не купил потому что здесь как говорится 50 на 50 либо вам повезет либо не повезет либо вы встретите динозавра либо вы не встретите динозавра на улице так вот первая партия этих наушников уже ушла с молотка их продали продаванным завод и завод закрылся мне они не особо дико понравились это раз хотя 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 наверное вот насколько может быть правильное звучание у такого рода затычек настолько здесь и правильно ну то что здесь довольно много брака это конечно уже самый самого начала трэш до возможно из-за bluetooth а плохого ли у кого-то левый отваливался у кого-то право опять же мне может быть почему везет потому что как один человек мне по-моему написал в комментариях мне это не особо понравилось но возможно я с ним и согласен что польза все тестируют при помощи того что у него есть на руках да у меня четыре телефона и с этими четырьмя телефонами я все время тестирую наушники не считаю ноутбуков конечно же и не считаю bluetooth модуль модулей от компьютеров вот к чему это все к тому что сейчас у нас тема простая мы хотим взять ушки которые вешаются у нас на обычно провода то есть это многодрайверные уши и подключить их по голубому зубу то есть по без беспроводной связи к к нашему телефону ноутбуку компьютеру с чему угодно у чего есть bluetooth сразу для тех кто планирует убежать тему будет еще одна интересная на стриме так я нахожусь в петербурге но в этот раз я не собираюсь делать обзор на стоки петербурга почему потому что ну как-то один раз уже рассказал где по моему стоит покупать беговую обувь и либо обувь повседневную более менее дешево и качественно по моему мнению опять же в москве и петербурге и повторяться не собираюсь единственное повторюсь что в этом сезоне я бы купил и что уже купил сам то есть я поехал и что-то где-то приобрел о чем я и расскажу да твс наушники для спорта бега по твоему мне какие самые лучшие твс ноунайм у меня есть топ-10 товаров на канале смотрите топ-10 наушников до 20 до 100 до 50 долларов и вот таким образом я сейчас рассказываю о наушниках свыше скорее всего 50 долларов почему потому что один только модуль bluetooth на данный момент я сейчас вот прямо в режиме онлайн смотрю сколько стоит 36 баксов то есть вот эта вот штучка с кодеком ap tx и восьми часами автономности для каждого из наушников стоит 36 долларов то есть это 2600 рублей за эти деньги вы можете купить свободно но чуть-чуть может быть добавив те же мы и зубов 2 у них тоже 8 часов автономности они затычки без вот таких штуковин и у них по моему модуль ap tx либо у первых левов а может быть у и у тех и у других поправьте меня сейчас не буду пересматривать но мораль проста когда вы покупаете что-то подобное то есть вы берете bluetooth модуль вы уже изначально такой ведь продвинутый пользователи у вас есть такой вот многодрайверный наушник но на проводах и вы наверное все таки слушаете музыку не с телефона как я под редми ноут 8 про у меня телефон либо с плеера вот плеер у меня более-менее хотя и довольно дешевый а с какого-нибудь там л джишного телефона либо очень крутого плеера по 200 долларов дальше что у нас за вопросы сегодня розыгрыша по моему не будет оленька мы проведем розыгрыш у нас 27 число воскресенье я разыграю и mosfet жить и следующее и mi band 4 очередной вот кстати парень который выиграл у нас что а r2 xiaomi уже уже фактически ими и пользуются вот к чему это все к тому что по поводу ушей по поводу этих многодрайверных радостей это дело довольно такое хлопотное и дорогое то есть если вы уже заядлый меломан если вам конкретно подходит какой-то конкретный вид наушников вы понимаете что драйвера опять же там одним для низких частот другие для высоких вот вот это это ваша то тогда стоит уже покупать вот эту болванку в противном случае все это такая приблуда довольно сомнительная вот прием очень тяжелые наушники с этими модулями у меня с собой весы кстати есть давайте сразу покажу как вам такой вариант вот допустим модуль козешные наушники терминатора и поставим его и оценим какой у нас 13 грамм бодрячком то есть проще говоря даже козешные наушники с заушником но они правда не снимаются видите они весят 12 грамм хотя это та еще габаритная штуковина вот и к чему это еще к тому что смотрите вот эти вот модули они еще идут некоторые не только с поддержкой ap tx а еще с поддержкой ap tx hd по поводу ap tx hd сразу может быть у меня супер фанаты скажут что разница просто космическая нет она не космическая у меня есть телефон и соприкса жди из ap tx и девайса также по мне разницы практически нет я понимаю что получается один у одного пропускная способность около трех сотен килобит в секунду килобайт у 2 около 500 500 но это не критично особенно если вы слушаете что-нибудь mp3 там по любому во флаг даджо тот же особой разницы не услышите через голубой зуб может кто-то и услышит наушники называются терминатор козек а конкретно козе zs x вот эти наушники уже есть у меня на обзоре модуля пока нет модуль будет вот таким образом выглядит кабель для тех кто не интересовался проводными наушниками на канале я буду о них рассказывать почему потому что мне они нравятся зашли во первых есть чем уже тестировать и есть у меня опыт все-таки какой-то и вот такие наушники которые опять же я не советую ну относительно то есть мне повезло с этой моделью кстати среди спонсоров возможно сегодня я и разыграю первый раз эти уши спонсором канала спасибо я надеюсь что вы на этом стриме тоже почему я не провожу стрим у вас да потому что не было времени вот сейчас появилась вот про эти наушники расскажу в ближайшее время one more они мне не понравились очень сильно и стоят они космос вернулся я к теме ушей сегодня не по той причине что мне больше не о чем рассказать а потому что все-таки нас уже 85 человек и пора 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 сообщить причину почему я все-таки решил опять на стриме на стриме так если честно гиблое дело рассказывать про уши рассказать про уши потому что зашел я сегодня вам видео что я конкретно смотрел говорить может быть к месту я хотел по 30 про купить то есть посмотреть сколько он стоит потрогать его в ручках и купить может быть не над тем более а вам видео и увидел он or freebats light за 8000 рублей потом я стал присматриваться увидел и лари по 6 которые опять же полторы тысячи м9 стоят очень проще говоря в магазинах российской федерации сказать что идет обдиралово это просто ничего не сказать надеюсь что вы не все из россии поэтому не все ощущаете всю глубину глубин когда ты покупаешь huawei фрилейс вообще в принципе стоит до трех тысяч рублей они продают почти по 8 народ жгет а people то кушает то есть у них вариантов нет и поэтому когда вы начинаете извращаться опять же вот с такими штуковинами давайте я куплю себе проводные за 3000 рублей потом еще за 3000 рублей куплю туда bluetooth модули и буду искать свой идеальный звук но это все равно дешевле чем пойти вам видео без мозгов и купить себе ну не напрягая мозг ладно с мозгами но не напрягая мозг и купить себе что-то что-то трешовая в два раза дороже чем она стоит машинки для стрижки заказал олег вся у мишны и по моему ни одну сам я если честно у меня супруга стрижет этим маузер мазаром вот громкие очень громкие и через модули тоже довольно громкие наушники получаются вообще все много драйвера рута гиги ну во первых потому что они проводные когда они становятся беспроводными опять же на них вешают такие бодрые модули которые позволяют им потреблять очень много энергии и они у вас тоже играют очень даже хорошо тема вкратце если вы соберетесь заморачиваться с многодрайверными наушниками которые вы будете собирать сами то есть не как вот козы многодрайверные наушники запихали сразу уже в монолитный аккумулятор то есть если бы они сделали наушники снимающиеся вот это вот ушко с питанием и была возможность вот из этого наушника сделать допустим как у козы сейчас 5 секунд вот вот этот наушник если бы можно было снимать и он бы у нас становился проводным это было бы топ так как они этого не сделали по большому счету есть смысл покупать вот такие наушники то есть они вот проводные многодрайверные такие массивные как как многие говорят играют четко ярко басы выражены и остальные пить это для того чтобы мы пошли это дело покупать под них покупаются потом bluetooth модули за две с половиной тысячи рублей но это самый дешевый с aptx и вы наслаждаетесь музыкой уже через телефон либо что-то подобное привет всем как ты думаешь заказывать кейси white us 2 или нет как там со звуком давайте чуть-чуть все-таки вернусь я к теме обзора я расскажу это дело а потом уже буду по отвечать на вопросы вот к чему это все к тому что вот смотрите есть у нас такие опять же bluetooth модули если кто-то думает что они прям такие удобные и под них коробочка еще что-то нет под них вот такая печаль идет идет двойный кабель с микро и смене нет с микро юсб то есть один микро юсб вход идет сюда в один в одну за уши ну все это колхозно достаточно вставляется и во вторую за уши ну вставляется не менее колхозную повторяю кстати для тех кто на канале первый раз у нас есть чат болталка в telegram у нас есть группа вконтакте так в чате была болталки в telegrami нет мата и нет рекламы и также как нет на стримах мата и рекламы мы те кто будут этим делом заниматься будут заблокированы обычно стрим без пары блокировок у нас проходит редко вот вот таким образом мы подключаем эти за ушины после этого берется блок питания и подключаются они к блоку питания ничего романтичного особо здесь нет но но вот об этом я и хотел сказать что вы платите почти 40 долларов то есть две с половиной тысячи рублей за то чтобы потом чувствовать себя слегка слегка китайцам потому что все-таки колхозные эти штуки никаких супер брендовых супер брендов это дело не выпускает но об этом деле еще раз почему я сейчас вспоминаю так почему не работает варвар с болтаю в телеграме по поводу в ней вот к чему это все к потому что буду рассказывать и возможно вам будет интересно и вот такой был маленький ликбез сейчас вам вернемся все-таки к покупкам в городе санкт-петербурге в городе санкт-петербурге как всегда ужасная погода ну как всегда когда я ее почему-то цепляю много лет цеплял сегодня розыгрыша нет еще раз повторяю для тех кто ждет смысла сегодня ждать ничего вот и к чему это к тому что кроссовки сейчас есть у нас в найке запоминаем тем кому интересно я уверен что кто-то будет смотреть стрима лучше слушать потому что смотреть здесь по большому счету нечего да я дизель в спб сейчас петербурге я до пятницы по моему вот наконец-то доехал по своим делам и смысл в том что где хорошо сейчас в румбе в найке не только в румбе в любом на истоке найка вчера была распродажа на все кроссовки 50 процентов вот и продавали они исключительно летнюю штуковину вот прям прям летнюю что у женщин что у мужчин но народ покупал средний прайс для пегасов сейчас четыре с половиной тысячи рублей принципе это хорошо то есть если вы планируете сейчас пойти покупать беговые кроссы то самое время соломоне в соломоне был соломонах сразу говорю сейчас халява там нет то есть там можно что-то там поискать но опять же на кармане у вас должно быть 1000 на 5 чтобы это было что-то приличное в общем у них все стандартно исключая того что у них хороший сейчас достаточно выгодные цены на часы то есть на sun то у них ну они же продаются он тут так вот на sun то есть очень-очень хорошие скидки вплоть там по-моему до 50 процентов на пару моделей довольно хороших при том с нагрудным датчиком так что если вы планировали покупать спортивные часы не из разряда mosfet of если вы планировали покупать кроссы из разряда nike особенно много nike конечно же будут этого эра то есть там и ровские синие черные каких только нет вчера опять же модели довольно не только модели но и размерные сетки вот можете нападать на что я вчера напал я напал на к я купил себе ботинки века за 7000 и это очень дешево по моим меркам больше чем в два раза дешевле там же в том же в той же румбе так что со звуком можешь сравнивать с проводом и другими беспроводными наушниками с проводом конечно же сравнивать бессмысленно скажем честно эти наушники называются многодрайверные твс наушники козы козы термин терминатор обзор есть на канале но вот эти наушники это для примера просто-напросто потому что те наушники которые сейчас тестирую я светить не особо хочу то есть завтра послезавтра будет на них обзор мне они не ничуть не меньше понравились скажем так даже больше почему потому что наверное указать вот этот провод печальный мне очень не нравится провод и я ни один человек ни один человек который покупает на ю тубе какие-то вещи и ругается на козырный провод он он нехороший вот прям объективно потом вот эти козырные наушники по моему называются я уже не помню я недавно совсем а е 10 е 10 на них обзор был недавно на канале но еще раз их я не советую мне с моделью повезло эту модель мы сегодня разыграем среди на стриме среди спонсоров вот кратко так козы попыталась очередной раз укажет указать очередной раз не получилось егор к привет алексей привет так 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 чтобы еще такое рассказать по поводу все таки обуви не в new balance и неплохие скидки но опять же вас конечно же будут там атаковать продавцы и вам будет сложно купить что-то что-то более менее дешевое потому что размеры там разметают на ура это я про петербург николай дарова сет привет сет да я согласен что козырным наушникам либо докупать провода либо второй вариант вместо докупки проводов можно использовать какие то какие у вас есть от других каких-то фирм вообще мне кажется с наушниками тема простая ты как только начинаешь их покупать ты начинаешь покупать их всем друзьям родственникам во всяком случае это у меня происходит дарить не знаю там менять как многие мне пишут я купил redmi air dots теперь хочу что-нибудь посерьезнее друзья посерьезнее смысл такую как по понятия такое растяжимое звук он к сожалению субъективен это как некоторым нравится рок некоторым нравится классика вот затычки всегда будут лучше вкладыши накладные всегда будут лучше затычек . то есть на пальцах без всяких метафор софистики либо софизма точнее либо демагогия то есть по факту вот вот они промежуточные звенья одной пищевой цепочки лучше чем с проводами не будет никогда ничего по поводу накладных наушников сейчас выходит очень много обзоров от топовых каналов я про накладные наушники с принципиально рассказывать пока не буду почему потому что это такая гиблая тема ну я периодически рассказываю на почему я аккуратно идет это делаю потому что лично мне и у меня они не только у меня такое мироощущение накладные наушники можно покупать только в одном случае даже проводные вы должны пойти и примерить их то есть конкретно вот у меня безумно все сильно зависит от формы этих наушников от того как они у меня прилегают конкретно к моей черепушки и всех моих знакомых также когда говорят что какие-то дорогие уши понятно о ком мы сейчас говорим теряют связь но вы всегда можете прийти в магазин и поменять их то есть bluetooth модулем проблема бывает очень часто 1 2 с bluetooth модулем телефона очень часто проблема бывает да это не apple не был в плане в плохом и это не реклама то есть когда вы покупаете те же airpods и и они у вас работают как часики с айфоном это не значит что вы купите не знаю как эры помните сяоми r которая на прошлом стриме разыгрывал и эти сяоми r будут у вас просто топово работать со всеми телефонами с редми ноут 7 у меня работали xiaomi r2 точнее до r2 xiaomi r2 или xiaomi r dots про 2 так вот они работали просто ужасно среды ноут 8 pro из huawei по 20 про они просто офигенит и тильно работали с это да по поводу стоимости вообще всех этих штуковин если вы все благополучно ну как к тем не все по-любому на стриме находятся люди которые разбираются еще лучше чем я one plus while улице роман не могут у вас выпадать из ушей потому что это ну купите конечно же амбушюры это просто топовые уши из всех наушников которые я мог бы гипотетически советовать по сумме показателей one plus это просто мега топ понятно они очень не очень популярны но если вы кстати разуму раздумывайте о чем-то на шнурке особенно для спорта идите покупайте 6000 рублей и они отыграют у вас года три наверно свободно но волшебные уши при том с чем бы я их не тестировал они всегда отрабатывали на сто процентов все роман вы не можете все перепробовать почему потому что вы можете пойти купить себе приличную амбушюру не верю я что у вас какая-то особая там ушная раковина что туда затычку не запихать у них нет там ничего такого то есть это не мэйзу поп это не не знаю не blitzwolf эфия либо там 7 либо сайла был то есть это такие наушники которые по-любому в ухо вам влезут вот у тебя булицы суши и прибеги не попадали нет но он им я вам больше скажу почему я так топлю за них можете сказать так потому что если мне нужно говорить по телефону и бегать я беру булицы и они отрабатывают лучше чем и rpc максим добрый вечер и будут ли обзоры на беспроводные зарядки будет максим у меня две беспроводные зарядки дома лежит но для того чтобы их делать мне нужны нужно наверное вдохновение в первую очередь почему потому что интересно делать обзора на кроссовки интересно делать обзоры на новые телефоны пусть они не особо заходят иногда интересно делать обзоры на наушники то есть допустим на казашные которые являются чем-то особо мне было интересно делать обзор а вот на зарядку ну что я скажу она заряжает она заряжает за 45 минут ну пока пока не созрела обязательно расскажу я считаю что да на канале должно быть пару обзоров и учитывая что про банки но powerbank и видите удобно ты их берешь тестируешь то есть там взял powerbank мало того что тут беспроводная зарядка работает емкость на в ходе такая-то на выходе такая-то сможете столько-то раз такие-то телефон зарядить это интересно с беспроводной зарядкой которая платформы ну там она не знаю диаметром 8 сантиметров она под подойдет вам под цвет глаз и поддерживает не знаю мощность 18 ватт бегите хлопайте в ладоши короче пока я не сформулировал так мерс это очень круто еще раз повторяю вот и первый у нас было заблокированные пользователей не забываем что на канале нет мата нет рекламы и не стоит повторять очень часто про одни те же вещи какие-то привет очень сильно кайфу от твоих обзоров что собираешься снимать в будущем вениамин я откровенно сделаю хейтерский обзор на вот эти ушки почему потому что они стоят очень дорого и они очень плохие чем я не пытался их юзать а юзай больше там не знаю двух месяцев и это будет как раз из разряда как не знаю против всех это не брак то есть короче вот это дно это дно из разряда хавитов когда у вас должна быть особая психология что вы готовы потратить 4000 рублей чтобы запихать себе вот такой вот на балдашник в ухо и он у вас торчал на полтора сантиметра не не обижайтесь те кто их купил опять же почему потому что ну на вкус и цвет вот моем понимании они больше казашных то есть представляете они выбирают больше чем многодрайверные наушники тоже aptx плохо все со связью скоро расскажу скоро расскажу но ничего полезного наверное не будет из этого поэтому и стараюсь оттягивать как-то потом будут проводные ушки и что еще собой взял а собой взял несколько умных часов о них я рассказывать сейчас не буду на них обзоры были тоже но я не смотрел у народа потому что мне если честно все равно что о них рассказали они плохие вот стратос 3 мне товарищ сказал что вот буквально позавчера выслали так что думаю через недельки две точно будет может быть даже раньше и скорее всего про стратос 3 вне зависимости от того сколько у меня будет людей на стриме мы сделаем стрим с распаковка я думаю вы все будете не против one more дно и реле я чуть не взял нет владимир конкретно вот эта модель у меня были ван мор которые накладные но тоже ничего фееричного за свои деньги вот я не говорю что они прям ужас просто они мне не зашли вообще никак давно хотел спросить тебя чисто на твое субъективное мнение что лучше звучит а если кодек или aptx hd однозначно aptx hd там даже ноунэйм вы можете не спрашивать у меня загуглите и удивитесь от цифру то есть там такое такая пропасть что 26 к за трасс стратос 3 и микс он я не буду пока мне на руки не попадут я не буду вам рассказывать как много мне дорого мне они обошлись но обязательно расскажу обязательно дам контакт человека который мне их купил очень сильно мне помогает парень с дальнего востока и да я часто очень проигрываю в плане финансовом в каком-то смысле но он покупает какие-то такие вещи которые не не купить вот допустим сейчас петербурге это не реклама чуваки вот единственный сто процентов а я продаю редми ноут 8 про который у меня был на обзоре вот и я вам скажу с 8 гигабайтных версий на авито практически нет мне он купил парнишка за 21000 я думал что это дорого и сейчас я понимаю что нет это недорого вообще выгодно не считая того что там всякие игрушки ладно сейчас опять не напишут что кого-то рекламируют без рекламы расскажу потом лучше по вашему мнению tvs наушники затычки до 100 долларов включительно я говорю булицы 2 но это опять же шнурок если брать не шнурок до 100 долларов это еще раз все врут все врут вы можете вы можете совершенно свободно тестировать различного рода затычки и вам могут зайти те что за 20 долларов абсолютно с вашим телефоном не дружить там не знаю с вашими ушами не дружить затычки за там 6000 вот допустим это получается наушники 3 и модуль 3 6000 рублей вот такая вот дребедень а когда вы будете идти мне кажется будут думать что чувак вообще плохо слышат ничего оскорбительного в этом нет но похоже на слуховой аппарат также как и заказочные наушники вот на еще раз напоминаю что после тех цен которые увидел вам видео мне кажется что неважно какие вещи в китае купите все будут думать что вы миллионер потому что когда хонор фрилы фрибат стоит light 8000 рублей они на олежки дешевле трюшки трешки это это сильно дальше покупать для сейчас и mosfet бипа почему нет у меня кстати они вот light и на тесте никогда них руки не дойдут чтобы сделать обзор на этом mosfet light бип биплайт вот на бипа было много обзоров на light нет что я конкретно планирую еще на канале из интересного возможно вам и я планирую делать побольше обзоров на телефон и это не из разряда давайте бежать покупать или продавать из разряда того что и правда довольно много интересных моделей они как-то странно все отзываются поэтому хочу протестить и рассказать вам вот сделай обзор на мышку logitech g101 свин я не делаю обзоры на какие-то супер хайповые вещи особенно что в лоджи таки может быть плохим то есть тут два варианта либо как я если вы у меня спросили а galaxy бацов у самсунга я бы спросил а что может быть у них хорошего а по поводу мышки logitech я не знаю что может быть в ней плохого хочу купить накладные уши джебель т 455 и горка любые накладные уши обязательно нужно над зайти в мегамаркет сделать лицо максимально интеллигентная и пробовать их до упора просто пока вы не поймете что именно в этом выходит вы желаете ходить и не в плане того как вы будете выглядеть а как вы будете в этих штуках себя ощущать xiaomi bank 3 есть быстрая зарядка посмотрите мой обзор по моему да а почему нет пользуешься ли накладными ушами шумодавом если опыт покупки таких ушей на алиэкспрессе нет толки пер я в тебе сказал по поводу вот наушников шумодавом или с активным шумодавом смысла если вы купите затычки у вас он на автомате есть если вы купите накладные чаще всего даже если у вас нет шумодава вы будете слушать в том же метро на такой громкости что вряд ли вы будете что-то вокруг слышать вот но это мое субъективное мнение а так конечно же если есть деньги идете sony покупайте но опять же их нужно мерить мне не sony не маршал и по форме наушников не подходит вообще никак босс и и еще какие сейчас скажу которая apple выкупила в общем проще говоря дорогие наушники мне очень сильно не подходит по форме моей головы поэтому я не мог я никогда не могу соглашаться с теми кто может через интернет советовать это дело то есть если за затычками вы просто меняете амбушюр то там что делать я не знаю если у вас по форме они не подходят таки все кирдык при том что накладные наушники перепродать ну не ну нереально сложно по моему опять же мне по моему опыту потому что опять же какие-то тестирую вещи потом продаю так вот накладные уши почти не продать если затычки вы купите в китае вы практически ничего не потеряете если продадите их в россии потом не для спорта в районе тысячи полутора тысячи есть топ-10 на канале до 20 долларов легенда посмотрите пожалуйста добиться битцы правильно все правильно сад я туплю потому что питер высасывает из меня все и все все соки из моего мозга вот бегу бегу занимаюсь делами вот ну практически все дела закрыты так что можно с легкой с легкой душой уже убывать убывать в свой великолепный город с большим количеством елочек который находится в глубокой тайге так джебель джебель юра норм норм но на них тоже некоторые люди жалуются подкажи твс наушники с отличным микрофоном за 50 баксов юрий смотрите топ-5 на каналов на канале наушников с лучшим микрофоном как тебе по звучание автономности meizu и p52 а я не тестил оливер как-то у меня с ними не сложилось по-хорошему по-плохому но в общем не сложилось вообще никак и может быть это и хорошо мне кажется ничего страшного я еще по тесте мы сюда я также как и вы смотрю наш hd 70 и обязательно их закажу хотя не думаю что они будут пользоваться особо дикой популярностью несмотря на весь на всю шухи шумиху блогерскую но мне кажется что будут дальше юра прости за не надо ни за что просить прощения лучше ничего не делать hello gt1 это затычки или вкладыши hello gt1 это конечно за затычки по моему у них вкладышей не было диана ронда саш что можешь сказать о моделях связки с этим терминатором сопоставим звук ствс за 50 70 долларов сколько держит заряд я еще раз повторяю почти 8 часов вот ну конкретно с разными моделями я все еще тестирую может быть это обман мозга ронда но мне кажется вот по моим ощущениям звук значительно значительно особенно в плане правильности то есть никакой никакой каши при использовании этих ушей по голубому зубы нет то есть без разницы выкручиваете громкость на сотку либо меняете каким-то образом как некоторые наушники это только для рока это отлично подойдет для вокала нет вот эта штука становится автоматически универсалом и опять же указа хорошие уши то есть я сейчас рассказываю вам о терминаторе если брать какие-то другие наушники то соответственно их нужно тестировать модуль отрабатывает мое мнение разница есть но опять же это 50 70 долларов в ронда пишите а вот это дело уже не 5070 это уже ну да 770 с копейками при том что выглядит опять же сомнительно если вы купите ронда за 70 долларов наушники tvs они выглядят будут как терминаторы либо еще меньше вы планируете взять вот такую штуку что должно иметь какое-то оправдание так мои первые bluetooth уши это r dots и пока с ними менять не хочу стоит ли нет олег если у вас что-то работает зачем это менять извините как может быть говорю как сторожил но вот вот так и силой qs2 брать или нет виктор у кьюшек часто бывает брак на кьюшке легко возвращают деньги а супер плохих наушников из кьюшек я встречал только т3 вот они были ужасны посоветую пожалуйста обувь для курьера под питерскую погоду армитедж если вы готовы раскошелиться идите в соломоны подбирайте в районе 4-5 тысяч обувь кроссовки с cortex am вот александр пас привет связка терминатор типе h выглядит диковато trn да выглядит диковато как минимум как минимум диковато вот вот рука вот ну в ролике вы все увидите то есть я говорю я уже все в принципе запилил просто хотелось бы именно пообщаться из разряда того что зашли поговорили ушли или опять же высказали свое мнение мне ваше мнение интересно потому что для меня да для меня это как минимум странно но дорого это в первую очередь просто не помогу понять разница между затычками вкладышами дианы еще раз затычки это вот с такой штукой в ушной канал засовываются а вкладыши сейчас 5 секунд ждем ждем чтобы диана раз и навсегда поняла что это такое и почти все ради каждого подписчика вот диана вам пример вкладышей вкладыши они вкладываются в ушной канал просто то есть вот airpods и вы вкладываете их ушной канал и все ясно и лучше звучат затычки а еще лучше звучат при любом потому что они ближе к вашему молоточку там наковальни мембране о алекс здорово ты дошел до нас приятно мистер оливерс жаль не могу что не пробовал хочу заказать что для первых беспроводных надеюсь подойдут я говорю наушники это вот кроме затычек по большому счету это всегда лотерея но если вы покупаете затычки в районе там не знаю рублей тысячи рублей то ничего драматичного в этом нет вы всегда сможете перепродать те же redmi air dots который я не советую потому что у них много брака но перепродать вы их точно сможете а если вы сможете их перепродать почему бы не 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 рискнуть тысячи рублей тем более если обычно продавцы продают крупные такие вещи и если что будет какая-то печаль вам деньги вернут вот такой вот опять наушники какой-то беспредел у нас но это по объективной причине если честно потому что я бы сегодня не хотела распространяться праймы с фидбит light образ 2 хотелось бы просто посидеть поболтать сегодня пытался на хон он rp20 про поменяйте кран не сказали что сам экран стоит 16000 разбил его в хлам довольно сильно но не в хлама довольно сильно вы уже видели те кто является моими подписчиками в том же инстаграме вот и печаль 16000 за экран печаль я наверно похожу с разбитым и куплю себе по 30 про просто дальше вкладыши как rpc да уже показал получается у тебя на на обзорах были только уши аптекса жди не не знаю да наверно но он им я тебе говорю что давай на тынул на им потому что ты же ноунейм так вот по поводу hd и не hd aptx я не вижу разницу я не слышу разница точнее вы можете может кто-нибудь написать кстати кто по-любому кто-то заморачиваться по этой деле по этому делу кто-нибудь слышит разницу между aptx и aptx hd и в каких ситуациях да не за что диана юра есть козе zsr на что обновиться из козе а я вам покажу на что не из козе обновиться хорошо если вы потерпите пару дней у меня мне очень зашли те уши которые вот новые знаете как из разряда тебе каждый раз заходит но вот нет посмотрите мои обзоры я очень мало чего рекомендую в конце то есть я оговариваюсь рассказываю какой товар хороший но довольно редко говорю что вот вот это вот это норм рекомендую так что взять до двух тысяч с половиной тысяч рублей беспроводные посмотрите топ-10 на канале до 50 долларов обязательно сможете что-то выбрать будет ли обзор на xiaomi r dots 2 андрей мало того что у нас был обзор на эти наушники мало того что он по релевантности в топе то есть если вы вобьете xiaomi r dots 2 вы сможете увидеть мой ролик вот так мы их еще и разыграли одни посмотрите там быстрый быстрый простой обзор юмиксон я сам себе меняю экраны ну круть но от этого мой экран не становится 16 16 тысяч девяти тысячами понимаете юмиксон я могу тоже заморочиться но ради чего так что скажешь про филов и эй один ничего я их не видел на али экран заказать не вариант c так вот на али он и стоит 16 штук да даже если 10 но для 1 16 16 видел только говорят ждите когда будет китайские копии по 4000 алекс от к надеюсь увидеть какие-нибудь редкие твс у вас типа анкер sound core liberty r2 или cambridge аудио меломания 1 или корейские x fit бисе ст 90 все есть на амазоне такого контента ни у кого нет алекс но это если нет такого контента то еще знать что он никому не нужен я как бы вам нужен я к тому что спасибо за идею если вы мне скинете вконтакте то возможно их закажу то есть очень часто бывает когда мне человек что-то скидывает вот мне недавно скидывали саня какие из этих трех колонок лучше я посмотрела сразу купила то есть производитель который мне не нравится но я уверен что колонки у него норма то же самое с наушниками скиньте посмотрю если они мне понравятся то обязательно закажу и расскажу но опять же если они адекватны какой-то цены сяоми хей плюс 1 с браслет будешь заказывать николай да ну когда он поступит в продажу то есть до того как они начинают продавать это из разряда того что польза ты почему еще там стратос и 3 не купил так я не могу их купить то есть вы видите их на почему почему а huawei в хуауевский уши 3 не купил то же самое купил деньги вернули вот то же самое с стратосами них серега уже три недели пытаются какой три недели два месяца он пытается купить как они вышли 20 помог в сентябре они вышли стратос в общем проще говоря это длительный процесс не так просто в россии купить какую-то вещь которая в китае еще не появилась добрый вечер а манджол добрый вечер не посоветуете бюджетные хороший нагрудный пульсомер совместимый с garmin для бега плавания с garmin ами ант плюс датчики поэтому я как бы не посоветую потому что я сам polar h10 пользуюсь он не нт плюс по моему хотя может быть он совместим посмотрите но почему polar of вот эти polar h7 h10 просто топ мое мнение учитывая цену цена тира качество особенно если в большом городе находитесь тот же polar h10 можно купить за 4 800 где-то а это прям нереальная халява и это на наверное на всю жизнь дальше по муслайд в ближайшем будут будущем будут на обзоре но он им повторяя по муслайд стоит просто космических бабок и за ноу name платить такие деньги я и лично лично я не раме не намерен вы совершенно свободно можете тратить свои финансы на что угодно но в моем понимании по муслайд стоит так много сколько наушники стоить не должны вот как я до эмоционально а то мне говорят что ты какой-то пользы не эмоциональный стал устал еще ночью шарахался по счастливому петербургу хороший петербург город правда стало много китайцев по ночам дальше может и в черном списке у китайцев раз так много отказов юмиксон да нет а покажите пальцем у кого есть стратос и 3 на русском тюбе это раз и два покажите пальцем у кого есть 3 уже huawei ушки нет просто их нет у меня днюха задари наушники антон я тебя поздравляю дарить ничего не буду дарить сегодня буду кому-то из спонсоров вот эти ушки с безумной радостью потому что уже пора разыгрывать это опять же будет такой же полуколхозный стрим но я думаю моих моих спонсоров устроит быстрое нажимание кнопки дальше polar h10 работает cnt плюс это факт отлично николай спасибо потому что я покупал его потому что он работает с стратосами не заморачивался вообще по его характеристикам что лучше будет redmi rdox hello gt1 или gs2 что вам понравится ржики 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 чья бы кьюшки взял если как русскую рулетку в надежде что вам попадется что-то хорошее redmi возьмите их легко будет перепродать вот как бы так я бы взял кьюшки подскажите в чем разница спортивных часов garmin polar sun ты например тех же mosfet стратос пейс сергей в основном я скажу одной фразой беговые лыжи то есть у стратосов вообще у всех и mosfet of нет бегового функции беговых лыж отслеживание и ну конечно же они проще проще менее надежную и это не профессиональная техника хотя я за нее топлю почему потому что профессионалам все эти на все эти часы раздают просто так вы и как и я покупаете их по 50 60 тысяч что очень дорого привет сижу смотрю через мэйзу еп 52 и все устраивает отлично абсолютное зло поздравляю тебя все-таки посоветуешь брать мэйзу поп-2 или лучше взять он or fly под а тут до 400 такая проблема что у того и у другого такое количество брака но учитывая может быть количество их продаж поэтому так много брака так вот я не знаю как повезет то есть можете рискнуть купить эти можете рискнуть и можете обжечься что там что там у мамы у моей еще и код как вы заметили а такой печальный дальше здравствуйте не планируйте обзор на липер тег тэви говорят по звуку во многом близки с сенхайзером оставил стоит в разы дешевле а я читал что сенхайзер и не особо топовые прям по звучанию было бы интересно ваше мнение 90 баксов это не дешево вообще за они ноунейм или кто это вообще кирилл напишите мне в бака 3 стратос и продаются в официальном магазине на ли you mix он покажите мне скиньте ссылку я уверен что блогеров вы знаете очень много и не только маленьких а конечно же и больших каналов кто же у нас уже рассказал про mosfet стратос и 3 если кто-то рассказал бросайте меня камень из русских блогеров кто находится на территории россии более-менее топовых если нет по факту их просто еще не высылают и все в питере китайцев много этого владики не жил ну толки перда но на данный момент вот как-то заметилась заметил я оливер расскажи побольше о многомодульных наушниках козы как раз смотрел сегодня обзор на твс наушники и по 10 купил бы если бы не браки говорили звук класса прием передачи плохая да оливер мне повезло с наушниками а так народу не повезло хороший звук правильный вот зло абсолютное кстати сударь тема спонсорство так и не раскрыто все просто на канале уже есть пять причин почему нужно стать моим спонсором это из разряда того что мои постоянные подписчики которые уверен что находится на стриме писали польза никаких претензий если будет рекламу вот такую рекламу себе придумал вот вот моя реклама те вещи которые мне не нужны я буду стараться разыгрывать ну как бы как которые не нужны которая уже обозревал разыгрывать на стримах среди спонсоров ну и плюс болтать с ними на всякие отвлеченные темы в не формате скажем так стоит ли брать airpods 2 вот и вы можете посмотреть этот ролик он минуту 52 идет и все короче гнаться запад x hd в наушниках не стоит тем более если они не стоят 200 долларов плюс кодек не гарант хорошего звучания да конечно до 200 долларов плюс ронда тоже не гарант хорошего звучания вообще никак стоит ли брать airpods 2 думаю дима нужно подождать airpods 3 купить их вот если они будут топом а я уверен что плохого они не сделают и чтобы мы не говорили про яблоко которое в ближайшие дни я начну покупать я же обещал что ближе к сотне буду рассказывать о топовых вещах вот я и куплю apple watch 5 серии никто не против если я расскажу apple watch 5 серии с точки зрения пользы а то еще отобью кого-нибудь желание их покупать дальше так пауст пандорн привет хотелось бы увидеть обзор на уши с костной проводимостью возможно ли пауст пандорн у меня есть одни наушники такие с костной проводимостью обзор на такие наушники на канале и что я бы хотел сказать он один потому что он не особо интересен народу вот но наверное что-нибудь еще надо сделать давно не делал сергей сидоренко спрос на беспроводные наушники в этом году значительно ниже чего сергей посмотрите их продажи в очумеете также как умных часов александр плюс сенхайзера вообще не топ ну кроме моделей за 600 и дороже баксов абсолютно согласен с вами мне кажется сенхайзер это такая штука что лучше тоже с проводами подскажи пожалуйста какие лучше купить а и 200 твс и или а и 9000 твс а вот и здесь евген в этот момент на стриме я обычно говорю никогда не покупайте подделки но я поступлю умнее так как мне опять идут чертова тучи подделок подождите я буду обозревать а и 20000 твс а и 500 твс и еще какие-то там ой и расскажу какие из них более ужасные из них выберите если вам так хочется копии airpods of дальше bluetooth 5 дальше не бьет bluetooth 5 бьет и гигей сет почитай в этом в интернете тесты там они реально могут лупить попаться под 100 метров свободно договорю я когда blitzwolf и первый раз тестировал вот этот полутемный ролик со снегом где уходил на 67 метров и я такой а наушники бьют от часов на 67 метров а бьют то есть реально на 60 на 67 метрах работал bluetooth я думаю на сотки может при желание все зависит от размеров модуля а сама технология до полутора тысяч поддерживает вот алекс все за окей я рад что вы меня услышали алекс антон какие твои любимые уши вы они скоро узнаете это проводные наушники вот они у них прям прям это раз а два из стареньких из накладных мне очень нравятся игровые сяоми и здесь маленький момент первое время какое первое время два месяца или три у меня уши потели в них но сейчас уже перестали я к ним так привык что сказать что они мне не нравятся нельзя я в них влюбился вот это из накладных а из затычек в принципе рпц ненавижу их за эти деньги моральные уроды просто яблоко просто ну не знаю у них себестоимость но по-любому не больше 30 баксов какая-то у них ладно все не будем не будем о грустном а то меня сейчас понесет и все яблочники которым я хочу скоро примкнуть будут от меня резко отписываться чекнул видео об ушах беспроводных ну твой там прям модели начал с этого года и старшая из новых или норм нету до 40 долларов латрик что значит норм нету не понял у меня мой зубов 2 были так а жду как свой день рождения спасибо евген сет я так и написал окей юмиксон сейчас наш нашел первый русский обзор на страто стрину чел тоже живет не в россии микс он там их четыре штуки на стратос 3 обзора на ютюбе русских просто надо хорошо искать и все они живут в китая вы к чему это все перестаньте на меня давить юмиксон вообще не буду про стратос и 3 рассказывать просто буду в них бегать х и все а вы будете смотреть другие обзоры вот и хотя я в этом больше проиграю чем вы ну ладно евген примерно как придут не знаю две недели надеюсь а я думаю если не особой разницы нет особой разницы между apx hd apx можно брать тогда первые бу лица не дешевле амбушюру надежнее но она и моя не согласен вы там посмотрите про все вкусные фишки и опять же говорю one класс это такая фирма которая абсолютно не пользуется никаким спросом боем понимание плане ушей то есть они недооценены прямо без по беспределу но вторые прям топ 1 я не стал братья не буду перечислять почему но 1 бу лица не стал брать 2 купил у меня их практически никто не смотрел но я очень рад что их купил потому что я их использую вот такая вот формулировочка спанки бит от трон смарт вышли заказывали отзывы вроде нормально спанки биться у меня уже были макс на обзоре посмотрите какие-то там спанки бит про по моему мне идут вот юра в беларуси ронда заказывает такой же bluetooth адаптер от к дзену формате ободка нет желания да это какой-то перебор ронды давай я сначала про этот расскажу в официальном обзоре они на стриме посмотрим как зайдет если людям будет интересно расскажу потому что опять же каждый раз когда я делаю обзоры на подобные фишки да мне интересно с одной стороны с другой стороны человек думает он блин нет неинтересно хватит может быть смотреть эту лобутей на канале от пользы где же его samsung galaxy batts apple watch 5 серии последний iphone где его мнение про нормальные девайса так что мы будем мешать сейчас хорошо стоит ли покупать наушники креатив out layer gold виктор я вообще не сто не сторонник покупать такие бренды особенно если вы их не тестировали откуда ты unity сейчас я в городе санкт-петербурге в котором я учился в школе в котором учился в одном институте во втором да у меня два печальных высших образования и к чему это к тому что сейчас я живу в тундре в тундре а до этого жил в тайге и в ближайший год планирую все-таки может быть 2 переехать в петербург окончательно потому что хватит уже по задворкам нашей империи ползать 13 лет мотаюсь антон крот сделай обзор на ковенка кива и 02 я тебе в группе писал под последним видосом антон все вещи которые вы хотите чтобы я покупал пишите только в личку вконтакте какие примерно каких примерно скидок стоит ждать 11 числа евген положа руку на сердце я бы ждал только то что вы хотите купить а все остальное лобутей вот если у вас много денег то вам без разницы будут скидки 11 числа или нет если нет то вот сегодня вы сядьте и напишите себе список что стоит купить может быть я сделаю стрим по этому поводу если кому-то будет интересно чтобы купил лично я и по каким причинам вот но как бы так так у меня вторые буллицы крутые уши латрик топ-поп 2 точнее ок павел рассказчиков совсем недавно встал вопрос покупки твс наушников после ваших обзоров остановился на киусе white 2tc от и т2си доволен очень сильно благодарю вас за ваши труды павел я еще больше чем вы доволен потому что лучше таких отзывов нет наверно ничего хоть вообще плохое дело но одно дело когда х этот за контента другое дело за совет спасибо за фидбэк что вам зашло что-то будет ли обзор на real me 5 про да я даже никита не знаю как они выглядят но точнее как он выглядит это телефон я правильно понимаю не низ не срастаться у меня пока с телефоном я к 2 к 2 к 20 про хочу купить вот a real me real me скиньте мне в пока может я куплю если он там лояльно стоит дальше какие сейчас купить наушники денег не жалко и вкладыши для разговоров по телефону airpods и только airpods и затычки для бега булицы вторые на шнурке просто затычки какие хотите и стоп до 50 долларов о пашка пришел здорово дальше давайте я против прочитаю чуть чуть позже что ты написал или круче или мифа у 7 мне не нравится мифа игорь я сразу скажу мне нравится их формы мне нравится как они продают себя мне нравится как их рекламируют мне нравится их бокс ну вот это не топить против публики то есть что мне нравится конкретно мне нравится халява я думаю как и вам либо халява либо что-то уникальное такое м aquila был не нравились хотя по поводу сила был мне писал какой-то аудиофил и написал что я последний человек на этой планете не разбираюсь и наушниках и зря ему их посоветовал но это единственный человек кто мне наверное за полгода написал что я какое-то дно прорекламировал вот ну сайла был мне для рока прям очень понравились у них идет конечно перед перепели перекрутка на высокий ну на низких частотах но басы там а за такие-то деньги дальше по мифа я уже сказал что мне их форма нравится но мне не нравится они не стоят своих денег вот кратко так игорь про наушники с костной проводимостью что скажешь саша я не говорю я делаю обзор у меня есть обзор про наушники с костной проводимостью на канале они дорогие самые дорогие что есть поэтому вот там мое мнение наверное поэтому и не делаю наиболее дешевый потому что специфичная тема антон крот какая личка извини не знаю в к заходите я там отвечаю вконтакте в группе от своего имени панкратов по моему александр вот но у меня александр зовут если что и вы можете прям там не мою мордочку нажимаете и писать личное сообщение с 101 покупатели есть лучше для рока в моем не не нет на mosfet будут скидки 11 числа как думаешь и mosfet такая гибло и гибло делая когда на стратос и ждал долгую упор на скидок в итоге я купил за 12000 вместо 8 поэтому я говорю это наверное да но но я не могу утверждать потому что я с этим делом лопухнулся ну что из брендов-гигантов будет первый обзор при достижении отметки в 100000 у меня дилемма паша либо это samsung galaxy бац либо это apple watch 5 серии при том как вы понимаете что скорее всего apple watch 5 серии будет хороший обзор но я знаю как сделать плохим его как раз критиковать их уже потому что опять же у меня были на на тестах эти часики просто напросто их не покупал себе я у людей брал так как они уже будут мои соответственно могу их хейтить как хочу здорово новые с панки ну как 1 в вакуумки шоу да не успел повторите для бега самые оптимальные какие будут булицы 2 кинул в к ссылку на транспорт тому qualcomm под подъехал еще раз макс я 99 процентов что транспорт заказал вот никотин и фидбэк тоже полезен еще как я говорю вот в этом смысле транспорта вообще молодцы через через один вот транспорт и я не покупал но покупаю через раз они мне как-то посылали колонку которая пинал на обзоре они мне написали что я последний подлец и потом послали мне еще какую-то штуковину и в общем вот такие у нас отношения то я их покупать ну то я покупаю их товары то они мне посылают после того как я их хочу вот транспорт нормальная фирма в плане самокритики в принципе вот вот что я хотел бы о них сказать ввиду того что у нас стрим довольно домашний по количеству людей не забываем про жать лайк я понимаю что нас мало тема такая специфичная да и качество стрима так себе но но нормально со звуком хотя бы слышно владимир спасибо что были личная страница спасибо за то что закинул этот антен ридми 8 pro на алике такой дорогой почему почему родные потому что он дорогой наверное могу прислать для обзора в сравнении сенхайзер моментом трубой лаз евгений у меня сейчас слеза прошла вы не боитесь что почтой россии это как бы что-то произойдет а если их раз критикую евгений напишите в личку если вы прямо правда загорелись но по моему мнению дороговато это такое удовольствие я очень вам благодарен вот если созреть и напишите мне в личку vk спасибо заранее голос приятного тебя можешь спокойно фильмы озвучивать саша я бы вам сказал что мне писали многие владельцы больших каналов не связанных с техникой и они абсолютно с вами не согласны но есть определенные вещи которые да мне советовали озвучивать но не не это вообще не мони моя тема я вот как инженер могу болтать чуть-чуть что вот две дырочки две железочки вставили а да не забываем что вот эти штуки понятно мне кажется что любой кто будет покупать bluetooth заушен и вот эти модули будет знать какого конкретно какие конкретно пины их три варианта под ваши наушники проводные то есть не не нагрейтесь купить именно то что вам нужно если вы решите поэкспериментировать но опять же если у вас есть наушники которые вам нравятся форме в форме затычек и они могут разъединяться с вашим проводом обязательно купите такую штуку если хотите беспроводную связь вы многое не потеряете вот смотрите все таки выдавила себя с формулирую формулировку сабот е в 12 ультра хорошие уши и в какой цене лучше что-то другое сабот дорогие вот единственное почему я саботов рассматривал на канале посмотрите это вкладыши вкладыши уникальны в плане вкладышей хороших практически нет как мне многие пишут польза там 500 моделей вкладышей на алиэкспрессе да вы найдите то что будет работать более менее адекватно вот коза терминатор с блютуз и да это сказать терминатор с блюту зины все отлично отлично евген я рад дальше купил себе вчера что купил вчера и льду с очень интересно куда кидать ссылку на риме 5 про никита vk вот 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 личка vk я ее все равно светить не буду вот так на стримах спасибо большое рондо что поддерживаешь эту тему пишем что купите все те что с юсб а шнурок тайп си и не понял о чем вы nokia 19 к в россии 8 про стоит 17 на 8 гектар оперативы евгений этого где 8 про на 8 гектар оперативы нашли за 17 ну-ка ну-ка дальше спасибо за твою работу очень помогаешь антон я очень на это надеюсь вам не очень приятно с вами по воскресеньем вот так поболтать уверен что следующее воскресенье которое уже будет более чем в нормальной обстановке в плане студии мини студии понятная дома снимаю две лампы ну как у всех маленьких блогеров будет интересней там у меня очень много девайсов разных пришло но сейчас я особо распыляться по поводу этого не хочу говорю в планах все довольно просто захейтить one more разыграть козе сегодня рассказать про мосфит light и про 1 про одни супер мега крутые проводные уши но об этом говорю на следующей неделе я пока не знаю как это дело обыграть обыграть так чтобы вам было интересно потому что потому что лучше делать что-то интересное чем неинтересно правильно дальше так в спб сейчас снег я дождь но может быть у вас конкретно в районе снег у меня дождь вот дальше почему вы так да дорого взяли а и 200 твс сейчас 20 баксов вроде тем же параметром включая вес 46 грамм только странно та же модель только черного цвета за на 12 грамм легче почему так евгений потому что там а и 200 твс хламандин который вы смотрите а тот что я покупал просто топовая реплика которая нужна для того чтобы продавать ее как будто она оригинал это раз-два я этого продавана больше не советую потому что он одного моего покупателя кинул вроде бы деньги вернул на больше его советовать не буду вот это как раз из разряда по тех подделок который стоит по четыре с половиной тысячи рублей не отличишь они столько же весят сколько оригинал и долго держится и все надписи все вообще идентичная показывал про этого обзоре такие вы за 20 долларов не купите хотя можете с пеной у рта доказывать что это не так но опять же я при любом раскладе никакие копии airpods of не советую жалко что только телефона не обозреваешь вообще-то антон я обозреваю телефон у меня даже больше 10 обзоров телефонов на канале то да вот так вы смотрите мой канал дальше будет ли делать будете ли делать обзоры на спортивные часы известных марок сергей я начну вот с apple watch 5 если они зайдут может быть начну покупать всякие гармин это безумно накладно то есть покупать часики за 60 штук скажу чтобы сказать что они свой пиар делают на спортсменах которым они эти часы раздают плюс бегите покупать я не скажу дилемма такая я могу сразу про них все сказать единственное из того чтобы я покупала спортивных часов если вы прям спортсмен это полары либо суунта опять же суунта на какой-нибудь жесткой распродажи в там в том же соломоне потому что они официально их продают у них всегда безумно халявные цены если какая-нибудь подлая личность напишет мне что я соломона рекламирую в внизу в описании я его заблокирую потому что в этот раз я в соломоне ничего не купил и часы тоже вот что бывает крайне редко обычная стабильно у них там либо сумку либо еще что-то покупаю а сейчас стойки был полный трэш халявы нет моего моем понимании дальше 66 еще раз евгений мне неважно 6 гигабайт 64 гигабайта я говорю у меня телефон 8 гигабайт оперативки 128 флэш памяти найдите в россии сколько стоит и потом уже пишите в чате смысл нам дискутировать ни о чем правильно никита спасибо большое дмитрий окей антон грещук добрый вечер много отцов что отзывают продукцию ваше мнение вы про что антон грещук про коза они вообще остановили продажи этой штуки вы про какую продукцию так garmin огонь они джи джи бе гармина огонь они же и джи бель хороши окей интересно будет ли в далеком будущем обзор на пока фон f2 а он появится вы мне скажите то есть кто в курсе он будет или нет так абсолютное зло понятно пока фон garmin огонь ттт рондо они анонсировали модель 2 да мне кажется они вроде бы наоборот раза как бы постановили продажи и все их больше не будет дальше не берите дорогие смарт-часы типа garmin об этом умрет через пару лет потом вообще не факт что найдешь замену я так свои polar и не смог найти заказать ага спасибо буду знать а где сейчас можно купить и mosfet джи тес просто на алике их нет и микс он идете в ближайшей связной и покупаете вот видите какой хороший друг связного ненавижу связной но у них очень дешевые mosfet джи тес вот а так связным довольно все дорого про данный гаджет так про какой гаджет про вот этот и трн да ладно они нормально работают напишите еще раз и не совсем понял почему не хочешь питер перебраться зачем в холоде жить все очень просто бабло победит зло потому что там платят вот возможно скоро будут питере платить поэтому перебрось сюда как бы так ссоре вынужден бежать удачи и успехов алекс спасибо что был на стриме он такой сегодня полуунылый но все равно главное общаемся очень рад всех видеть прямо прям очень но я понимаю что такой формат не на фоне клавиатуры не особо фонтан и добрый вечер много отзывов что отзывают продукции ваше мнение еще раз написал ты какую продукцию антон здесь несколько товаров лежит поэтому я не понимаю чем вы пишете игорь а у вас нет компании которые amazon amazon в россии доставляют типа логических логистических а разве amazon не продает в россии с доставкой так сколько зарядку держат ганс злой эти восемь часов почти но опять же сделаю в обзоре а про трн да ладно ну-ка 5 секунд отзывы 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 не знаю 4,8 оценка и 100 и стат и 370 трех заказов это не худший варик для учитывая что это такой так такой себе девайс то есть абсолютно не бренд я думал тебе канал больше всего денежку дает они основная работа нет но он им я очень хорошо зарабатываю канал к сожалению рядом ладно не будем так заказали hello watch нет еще раз про hello watch hello watch появятся не раньше чем начнут собирать на это дело деньги и что из этого выйдет еще неизвестно обычно люди которые скидываются на какой-то товар на то что его сделают получают этот товар последними поэтому я лучше подожду пока их запустят производстве может быть и за 50 баксов куплю какая разница так не победит бабло меня в комьюнити сяоми говорят что f2 в четвертом к квартале 2019 года будет окей спасибо я очень рад если они сделают потому что я бы хотел пока фон купить ноут игровой у тебя во что рубишь свободное время рублю в обзоры иван я для обзоров его купил раньше я играл в по бога когда у меня было время привет ты молочек классный обзор алексей стараюсь все что могу все все что могу и стараюсь что-то делать поновее получше ну вот но что хватает спасибо что вам нравится упора я как вы понимаете прекрасно делаю на текст вот что 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 из себя выжимаю максимально сжато для того чтобы не тратить ваше время понятно на стримах можем и поболтать а обзоры я считаю должны быть максимально краткие емкие опять же это мое субъективное мнение и исключительно никогда там не знаю вы ли торгуете лицом то есть если вы медийная личность понятно люди включают ваш обзор для того чтобы посмотреть на вас если вы рассказываете о девайсе вы должны рассказывать одевайся они при дыхании и заниматься добрый вечер я только присоединился что за ушки похоже на козы это и есть козы терминаторы и просто-напросто с bluetooth модулем держу их для того чтобы когда новые за личности у нас заходят повторять что вот так вот нужно делать и у вас все беспроводные наушники любимые проводные становятся беспроводными много драйверными вот в танке рубил теперь обзор осмотрю иван я в танке если честно не люблю играть не любил я пытался несколько раз я вообще из тех людей которые с удовольствием бы сели на какую-нибудь игрушку но ввиду того что я плохо играю нет кем работать если не секрет сергей техер терехов я работаю инженером радиоэлектронных средств когда не давайте при сотке при сотке даже расскажу специализацию 100000 скоро подписчиков будет и тогда расскажу интересный обзор на очистители воздуха сяоми будешь делать да буду делать тимур но я пока тоже не могу сформулировать что я хочу сказать а вообще по вообще надо же детства связном стоит как стратос на али до чего 9000 они стоят связном 9 900 я в танке рубил теперь обзора смотрю так они дешевле не будут юмиксон торук пожалуйста говорите в обзорах больше о звуке торук по поводу вот этих всех звуков и того каким образом воспроизводят наушники беспроводные низкие средние высокие частоты почитайте чуть-чуть о теории и я уверен что в определенный момент времени вы как и я поймете что основные характеристики любых беспроводных наушников это первое ну то есть такие фишки чтобы не было обрывов связи хорошо чтобы хорошо прорабатывать были проработаны басы они либо хорошо проработаны либо правильно или нет всякие глубины ширины сцены но серьезно в затычках я уже на этим на этом нагревался меня за это правильно троллили я очень очень хорошо вник в эту тему и могу сказать одно либо наушники хорошо играют либо плохо играют . то есть все остальные размышления на тему вязкие гулки липкие ну помните чего вы воспроизводите еще и по беспроводной связи ну глобу тень это все вот фана особые фанаты который у которых более-менее открываются глаза не скажут что вот такая штука вот такая связка она может играть по-разному но если вы возьмете допустим redmi air dots вас единственное что будет интересовать эту шуму фоне между проигрыванием музыки если вы купите blitzwolf и 4 то вас будет увлекать всегда басы если вы купите мэйзу поп то вас будут интересовать только верхние частоты то есть они в принципе говорю каждый раз под что я считаю подходит наушники по моему мнению описывать звук дело такое гибло это из до того что давайте вместе дружно сейчас выкинем мне в описании к видео ссылку на то какое идеальное а чеха должно быть у наушников для звука в общем в общем выговорился дальше сколько у вас комнат квартире да еще номер в счет счет в банке да имя супруги так добрый вечер асу как дела нормально александр князев я дико извиняюсь а как же конструкция наушники на ушах держатся на первый взгляд массивно как-то опять же александр вы берете наушники допустим проводные вот это вот форма это такая ну мне подходит опять же не такая вот эта конкретно форма наушников подходит мне возможно вам она не подходит они были у меня проводные стали беспроводные . кому-то подходит сейчас я покажу вот эти вайзер и не верю что кому-то подходит они массивики иван огромное спасибо о кто-то знает что такое кнопка спонсорство спасибо большое это что это очень приятно придумаем какой-нибудь дзынь-дзынь потом для тех кто поддерживает канал таким образом сообщениями так вот вот вайзер вайзер и вот эти маленькие я не верю что кому-то могут подходить потому что звука вот у них ну прямо мусю сичный то есть вы можете вот сейчас это как в рекламе по моему размер имеет значение посмотреть вот звука вот и вот звука вот соответственно вот они заходят в ухо и вот они заходят в ухо в ушной канал правильнее сказать и я думаю всем хорошо очень видно до какой степени размер имеет значение это как с колонками такая к чему это все потому что вот эта форма вот эта форма кому я не давал вот этим усики первое время все кайфуют потом говорят ужас потому что они выпадают вот так посоветуйте за полторы тысячи рублей проводные наушники не соли redmi air dots если вы в большом городе реально за 1200 купите плюс у вас будет возможность их поменять если вас не устроит качество либо будет брак tp1 tvs наушники беспроводные bluetooth что вы думаете от них оба я не знаю что это такое скиньте мне в акам чем могу спасибо тебе да тебе спасибо мифа о 5 еще живо нет я продал максим но я без особой грусти их продал я с радостью продаю какие-то вещи которые не являются по моему мнению какими-то топами то есть супер вещи я оставляю у себя допустим вот эти скорее всего наушники я никогда не продам они мне прям нравятся как минимум внешне ну реально футуристично выглядит штуковина согласитесь прям прям не знаю может быть это слабость у меня коммуна многодрайверным наушникам брутального вида но вот так когда обзор на часы blitzwolf как только я созрею что я хочу о них сказать потому что ничего фееричного в них нет а хотелось бы найти для того чтобы глаз у людей во время обзора зацепился понимаете алексей то есть у меня если есть иногда цель какой-то продукт сказать что он плохой у меня есть цель чтобы вы еще его посмотрели этот обзор и в конце еще и подписались желательно а пока я не сформулировал вот я сформулировал право анмор наушники уже что хочу сказать сегодня сяду напишу текст завтра до снимаю материалы завтра выгружу про про великолепные часы от нашего любимого blitzwolf а я могу сказать одно что они мне вот растерли руку вот здесь только сейчас зажила один денек походил потом 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 вносил уже более аккурат аккуратнее завтра в недельную командировку что брать с собой стратос и или джишок все равно возьму механику толки пер вопрос дня а вот все таки это не вопрос был потому что если это вопрос то если вы собираетесь бегать уберите стратос и мне вообще стратос и нравится но их надо будет заряжать то есть собой нужно зарядку будет брать на пять дней вряд ли они ну пять дней максимум у них то есть на неделю зарядку а то еще удовольствие джи шоке дальше у меня нет доступа кнопка спонсорства диана нужно просто youtube new да зачем вам без этого мне кажется что мы и так неплохо общаемся это для тех кому лень потом смотреть стримы или слушать еще раз напоминаю для тех кто здесь первый раз мои стримы можно просто слушать если вам интересны дем темы которые мы обсуждаем не обязательно их смотреть когда будет обзор на стратос и 3 дмитрий как только они мне дойдут сразу же будет обзор супер канал евгения огромное спасибо михальчук когда обзор на часы блиц вульф уже ответил посоветуйте шнурок cptx чтобы 20 часов играл пользуюсь е.п. 52 не устраивает время работы и качество сборки все свого отваливается я если честно к ну из топовых шнурков кроме будет со вторых ничего посоветовать не мог не могу у них вроде бы 14 часов автономки но они заряжаются за сколько там за 15 минут по моему ну посмотрите это раз а два что еще у улицев приличного такого то что минимальная задержка но опять же с играми любые шнурки я не знаю как вы с играми со шнурками джазите дальше gts можно сэкономить связном купив их через интернет плюс летишоп плюс кэшбэк до плюс еще кэшбэк по карте и реально до дешевле девятки могут выйти поздняков согласен с вами а про часы от иного есть что сказать нет они тоже у меня дома лежат и пока пока все глухо пока пока я их поносил и сказать мне пока ничего мистер оливер видел как ты хвалил он or free pots еще есть похожие варианты на такую цену или лучше оливер у меня есть топ 10 до 20 долларов а до 50 посмотри вот там все что мне нравится на канале так и за mosfet of top стратос и до новые которых у меня еще нет на руках юрий полейхин добрый вечер что вы думаете по поводу сайла было 101 cptx ваше мнение юрий у меня есть обзор на канале вы можете посмотреть там за пять минут вы узнаете мое мнение полностью хотя один человек мне писал что они ужасно но это за все время что было обзора из тех что купили посмотрите комментарии по моему там даже есть хейтеры почитайте у всех разное мнение мне они очень понравились подрок максим боюсь брать алиэкспресс tvs наушники потому что количество брака зашкаливает какую надежную модель tvs посоветуете не бывает такого чтобы вы максим купили и вот железно они у вас попали без брака купите redmi air dots у какого не более-менее надежного поставщика и потом будьте морально готовы возвращать деньги но мне кажется что вам повезет вот чувство у меня такое посмотрите топ-20 топ-10 до 20 долларов не так жалко будет и не так обидно будет возвращать деньги если их будет немного потрачено дальше galaxy bat стоп за свои деньги не согласен алексей но об этом вы узнаете скоро в моем обзоре стратос тебе теперь стоит десять с половиной извиняюсь потому что не в курсе и видео ли ты их или нет ну хорошо это последний юмиксон мифа о 5 или one balance 2 однозначно one balance 2 максим рухшана усманова салам ай-10 и ай-10 tvs звучат одинаково иван да это все подделки как повезет вам какие конкретно будут топ какие нет вот черт его знает звучат некоторые хорошо некоторые нет вот что мне попадается я говорю как звучат очень часто подделку практически по звуку не отличить но опять же это подделки по четыре с половиной тысячи так чтобы за 20 баксов вы получили наушники такие же как airpods и да нет даже рядом они не валяются все юрий спасибо пожалуйста андрей вот такой саша видел кроссы с гортексом из китайских брендов да но не видел чтобы они были моего размера если не лень напиши мне пока я постараюсь подобрать себе может с лайнинга что нибудь потому что соломона конечно топят очень жестко за даже в стоках за свои бренды может быть и правда там будет cortex не будет ничего промокать и это будет интересно если налички будут и правда достойные осенние кроссы просто у сяоми нет размерной сетки мои у меня 285 миллиметров стопа покупать ладно кроссовки за 3000 рублей пошел и выкинул утрированно не своего размера то есть походила я не там не так заметно в тканевых с гортексом они все с твердым носиком я чумею их тестировать максим купил нилкин твс goes олежки по совету вашего любимого ютубер отличные разу я очень рад что вам понравились эти наушники вот на опять же напоминаю что есть всего того что мне нравится есть вероятность того что вам попадется брак за что всегда рад если вы мне напишите и мы вместе попытаемся что-нибудь решить с продаваном но обычно все это решает алиэкспресс без проблем вот но единственное тем кто мне пишет пользы помоги обмануть продаваны я не не занимаюсь такими делами то есть если вы купили какой-то девайсе он у вас работает я не буду вам советовать как его обмануть не неправильно это спасибо за стрим обзора когда будет новый обзор и на накладные наушники александр они мне так плохо заходит я не знаю мне наверное надо сделать какой-нибудь наверное сяомишные какие-нибудь куплю и расскажу вот вы права пора бы уже что-нибудь рассказать она накладных новое будет ли обзор на окулус рифт понятия не имеют что такое окулус рифт оба у меня на сапфировых стратосах стекло отклеивается как вариант вы можете если вы в большом городе сходить в какой-нибудь сервис-центр и вам там подклеют не так дорого это без сарказма вообще со стратосами много достаточно проблем но люди все равно покупают и кроме них если честно для бега вот такого полу халявного советовать ничего не могу на что можно повесить нагрудный датчик что при этом при этом будет выглядеть обалденно и и вот что мне прям нравится нравится потому что все остальное около этого стоит по полтосу дальше samsung galaxy watch актив умные часы стоит брать или лучше стратос а для меня точно стратос а по поводу galaxy watch активы и же с ними скоро я буду постепенно нападать на данные часики и говорить вам свое мнение опять же может быть может быть и правда но у меня поменяется и я буду рассказывать насколько они хороши они насколько плохи samsung galaxy watch так тип уже прочитал вячеслав всем привет какая оптимальная модель беспроводных ушей по звуку микрофона без окрасте ограничения средствах и какая оптимальная цена за хорошие беспроводные наушники открываете apple store и покупаете рпц 2 вот вам все ответы на все вопросы это если вкладыши если вам прямо интересен звук то я бы взял конечно же one bullets 2 но они на шнурке то есть они не не полностью твс они беспроводные но со шнурком покидаю вас юмик сонда мы скоро уже закончим я думаю спасибо всем кто был но еще на пару вопросов отвечу пока они есть очки а у луку срифт очки виртуальной реальности за очень много денег тогда ронда спасибо что проконсультировал однозначно не куплю привет бро любопытно твое мнение по поводу кроссовок соли с мембраной event вообще олег скорее всего буду пока только лайнинги брать потому что я с ними сталкивался и качество норм если у них есть такая мембрана напишите мне ввк я попробую посмотреть найти купить киев сего это 5 hello gt2 видел заказал купил жду доставки чтобы рассказать gts или стратос однозначно стратос и зло абсолютную ночку насчет очков вы кто не что-нибудь слышали про поларой тачки поларой точке отличная я хожу вся у мишных вот тех которые стоят баснословные по моему 4000 на которой я созревал где-то по полгода но купил и очень им рад кстати хотел похвастать купил фангал а из рук за 2000 продавец говорит месяц слушал деньги понадобились повезло звук чисто играют пять часов что скажешь алексей повторю то что ты уже сказал тебе безумно повезло владислав приветствую может подскажешь почему не отображает заряд ушей на телефоне а потому что не на всех телефонах наушники даже те что должны отображать заряд из-за вашей прошивки их отображают вот у вас есть galaxy bad саша нет но я сейчас скорее всего куплю ближайшие дни также как apple watch 5 вот того чтобы о них рассказать хочу купить кроссовки сяоми марафон какие-нибудь нюансы появились да нет никаких хотите покупайте александр здравствуйте только зашел твой нашел твой канал смотрел топ наушники твои беспроводные ну какие посоветуешь гибридные наушники с хорошим звуком вы имеете ввиду многодрайверные сформулируйте пожалуйста еще раз у меня два топа сегодня да и в принципе это airpods если вкладыша у меня есть топ-5 вкладыши кстати на канале а если затычек будет с 2 вот мое мнение но у них есть шнурок так зло всего абсолютный владислав или в настройках копаетесь или качать из play маркетин play маркете baton окей пассива дальше ты 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 что еще обзор на лазер 303 ждем полезная вещь я понять и не имею что это такое ну ok напишите лучше вот бог века будет 2 за 65 долларов пашка это не норм этого и это их украли и они готовы вам продать новые просто бесплатно ну что я по-моему их покупал за 90 вот олег ленинг если не ошибаюсь не не применяют технологию event спасибо буду в курсе юрий встречали ли вы такое на сяоми родные 5 через режим разработчика выставляешь драйвер для воспроизведения через bluetooth при подключении наушников вновь переключаются на sbc да еще как они только на ваших на вашем телефоне то есть это все очень так на тоненького то есть как повезет может слетать может нет вы имеете ввиду с и если когда вы пытаетесь на каких-то наушниках перейти точнее ssbc на айси бывает такое это плохо очень часто потому что некоторые наушники нормально играют только на одном кодеке черт знает почему как у меня говорил мой хороший учитель плане инжене инженерии мои магии электронов магии электронов во всем и везде и всегда спасибо за мнение удачи канала уйца процветания владислав если вы подпишетесь на канал и будете его периодически смотреть сто процентов получится и удачи и процветания евген 2 унылых высших потому что это было долго и мучительно не весело и прикольно как показывают фильмах спасибо жду ваших обзоров спасибо sbc на ptx значит не поддерживают просто телефона ptx у вас там либо qualcomm узкого процессора нет либо с прошивкой недопилена вы можете похимичить посидеть на 4 подали бы подобных формах но если честно вещь довольно гиблые я не верю что более чем хорошо все проходит в итоге доброй ночи андрей давайте все-таки попрощаемся сейчас по быстрому среди спонсоров проведу тоже стрим потому что всем хочется спать и по большому счету тему мы раскрыли если много денег но много хотя бы тысяч шесть и у вас есть любые проводные любимые проводные наушники не нагревайте спинам то есть сходом вот этим и попробуйте купить такой вот твс штуковину и чтобы я хотел сказать я хочу сказать что я уверен что вам понравится такой способ воспроизведения потому что нам намного хуже наушники играть не станут может быть мощи чуть-чуть не будет хватать как опыт смс фиджет с оливер так же как и с бипами прямо хорошо то есть но опять же это больше fashion часы для меня то есть когда я забив топила рассказывал что бип топ потому что там есть gps то здесь я не могу так говорить почему потому что но дорогие они не дешевые то есть не 4000 рублей а все-таки 9 и за 9 тысяч рублей много чего можно купить и бушного и нового почему никогда лицо свое на стримах не видосах не показывайте но у него у меня похож канал на развлекательные мы же техники говорим я технику вам и показываю буду еще светить лицом как я уже говорил будет сотка начну со спонсоров если там будет людям заходить моя как-то называется мимика мимика скажем так то наверное перейду постепенно на стримы в стримах буду лицо показывать потом на обзорах понимаете для чего лицо показывается ну тут две вещи основные первые вещи для того чтобы вы начали доверять человеку которая рассказывает и начали покупать вещи второе это стать медиаперсоны для того чтобы быть более популярным и третья вещь которая тоже довольно такая важная и я думаю вы поймете о чем я это забивать время на обзоре то есть вместо того чтобы подбирать видеоряд просто там трассировочка поговорил что-то 15 секунд они нужно бегать как ошалелый с телефоном либо фотоаппаратом чтобы подумать а с какого угла мне еще вот эту вот фиговину на 5 миллиметров на видео снять для того чтобы видео было не грустно мне не бесполезно как-то странным и я сказал спокойной ночи настало вместо 99 90 человек 108 спасибо канал норм вам спасибо ронда счастлива юрий счастлива диана счастлива олег счастлива обзор на мэйзу т-616 т будет на канале понятиями что такое надеюсь это телефон напишите пока спасибо доброй ночи виталий спасибо канал норм очень рад этому евгений сейчас получаю бакалавра по электротехнике по электронике инженером сразу после окончания стали до иван сани красава спасибо за стрим готовил кушать и слушал все о технике спасибо иван приятно было с вами пообщаться у навального apple watch 5 арма все теперь точно не куплю их да перестаньте вы какая разница у кого что мне кажется у нашего правительства тоже у всех apple watch мы без лица вам доверяем у меня есть лицо вконтакте вот как всего моего семейства она правда сложно идентифицируется потому что мы обычно кривляемся но я не думаю что это важно спасибо вам добра удачи побольше ушей начал смотреть именно вас из-за таких обзоров отдельные по существу стараюсь вот такой у меня упор на мелочи дотошные мелочи так леонид f good luck все заканчиваем те кто являются моими спонсорами не забываем что сейчас наверно через минут пять-десять я запилю новый стрим приходите и по-быстрому разыграем пообщаемся там пять минут и полетим в чем работа инженера заключается секрет евгений и я не шучу юрий молодец спасибо все еще раз счастливые закрываю закрываем стрим полтора часа просидели спасибо следующий стрим будет интереснее обещаю и тему будет интересней и качество вот картиночки точно лучше папам